Ну вот, как вы и просили, синий свитерок на мне. Хочу вам его продемонстрировать. Конечно, полностью в камеру я вся не войду. Синий свитер готов. Вот, связался он вот такой длины, как я и хотела, как я и говорила, чтобы он был такой слегка длинноватый. Вот для зимы специально я вязала. Нету никакой здесь проймы, я не оформляла, как я и говорила. Вот у меня рукав идет, набор сразу с боковых швов. Проймы нету, прямой абсолютно рукав, как с этой, так и с этой стороны. Горловину я оформила резинкой 2х2 и потом прикитлевала. Вот передняя часть и вот спинка. Я не знаю, как вам хорошо видно. Вот спинка, вот так вот. Очень мягкий, теплый, уютный получился свитерок. Мне очень нравится. Рукава после стирки слегка, слегка, вот буквально немножко вытянулись. Но, как бы, пусть они лучше будут немножко длинноватыми, чем будут короткими. Так что, в принципе, в процессе носки даже можно немножко вот так вот подвернуть. Ну, это совершенно, мне лично не мешает совершенно. Немножко длинноватый, это нормально. Ну, вот такая вот модель. По нему, по этому свитеру будет мастер-класс. Или в субботу, или в воскресенье я уже подготовила практически весь материал. Ну, вот так. Всем доброго времени суток. Вы на канале вязания не только. Меня зовут Алена. И, как вы видите, синий свитер у меня готов. Я его уже связала и подготовила по вашим просьбам мастер-класс, который выйдет в эти выходные. Я не знаю точно, в какой день я подготавливаю пока видео. Ну, что хочу сказать. Я осталась очень довольна. Я вязала из пряжи Ализелла на голб-классик. Это полушерсть. У меня ушло на этот свитер почти пять мотков. У меня остался вот такой маленький клубочек от пятого мотка. Поэтому я, в принципе, не стала делать вот такой высокий воротник. Хотя, в принципе, можно было бы. Но я думала, вообще, я не знала, хватит ли мне или не хватит. Поэтому я сначала сделала горловину, а потом уже вязала рукава, чтобы у меня уже горловина была готова. Ну, и тем не менее, у меня остался вот такой еще клубочек. Ну, горловину я думаю, что я перевязывать не буду. Как вы видите, этот свитер получился вот таким вот очень интересным. В принципе, ничего такого особенного нет. Но за счет вот этих вот переплетений, вот этих трех лицевых на свитере, да, получился такой очень интересный такой узор. Этот свитер очень понравился моей дочери. Она его тоже уже примеряла. Говорит, мама, так немножечко напомнила. Я, она говорит, по-моему, это как бы как в стиле 90-х связано. Я говорю, ну, может быть. В общем, я так понимаю, что моя дочка будет также с удовольствием надевать и носить этот свитер. Ну, чему, естественно, я очень рада. Теперь одна моя знакомая увидела мою работу и сделала заказ. Она попросила меня повторить. Сделать точно такой же свитер из точно такой же пряжи, только слегка удлинить, чтобы это получилось как такая туника. В общем, на 20 см нужно модель удлинить, и она попросила несколько другой воротник связать. Но какой пока, я еще точно не знаю. Надо будет еще посмотреть, поэтому не знаю, как получится. Говорить пока ничего не буду. Так, в общем, модель полностью будет повторена. То есть, она будет чуть-чуть длиннее и с изменениями по форме воротника. Я предложила своей заказчице какую-то другую пряжу, потому что это же пряжа Ализе, и я ее получила из Украины, когда заказывала, когда делала заказ, и мне помогала сделать этот заказ Инна Тищенко, моя подружка. И она полностью позаботилась обо всей пряже, и вот у меня были 5 мотков вот этой пряжи. Ну, как мне многие написали, что пряжу Ализе можно также без проблем заказать в Германии, я стала искать по всем сайтам, на всех сайтах пряжу Ализе, чтобы доставка у меня была по Германии. Такой же именно цвет, именно такой это был Лана Голд, как я уже сказала, Ализе Классик, и колор это был 237-й. Именно такой колор я не нашла нигде. К сожалению, ни на одном сайте, я просмотрела все сайты по Германии, я ни на одном сайте не нашла точно такой же колор. Я заказала другой, посоветовавшись, естественно, предварительно со своей заказчицей. Она согласилась, что цвет немножечко будет отличаться, и я заказала Ализе Лана Голд, и это вот такой цвет, я потом покажу это все поближе, это такой цвет, как немножко джинс и немножко с серым оттенком. Но что я хочу сказать, что если бы мне пришлось еще раз заказывать пряжу Ализе, допустим, по каким-то причинам, на какую-то особенную определенную вещь, то я бы это не делала в Германии. Да, пряжу Ализе можно заказать в Германии, но по одному мотку заказать нельзя, купить нельзя. То есть я должна была купить упаковку, но так как моя заказчица хочет эту модель удлиненную и с другим воротником, то есть здесь на 5 мотков мне не хватит. Мне нужно минимум 7. 7 мотков я заказать не смогла, мне пришлось заказать 2 упаковки по 5 штук. То есть 10 штук я заказала, вместе с пересылкой я заплатила 40 евро. То есть получается 1 моток Ализе Лана Голд Классик 100 граммовый мне обошелся в 4 евро, что я считаю дорогим для такой пряжи. За такую сумму я могу и купить себе моток пряжи от фирмы Лана Гросса или какой-то другой фирмы, но не Ализе Лана Голд за 4 евро 1 моток. Конечно, моя заказчица полностью оплачивает и материал, и работу. Мы с ней это все обговорили и согласовали. Но я еще раз говорю, что если мне когда-то понадобится заказывать эту пряжу, то я по Германии ее заказывать не буду. Либо кому-то из России, либо я куплю на эту сумму какую-то другую пряжу, возможно, сходную по составу и похожую по цвету. Ну, это мои такие впечатления, да. Заказывала я здесь в Германии пряжу Ализе на сайте Амазон. Вот я единственный сайт, где я нашла более-менее по цвету сходную пряжу. И, как вы уже поняли по названию, я уже говорила, последний раз, когда я получила посылку в подарок, кто впервые на моем канале, я оставлю ссылку под видео. Я говорила там, что у меня накопилось уже достаточно подаренной пряжи. И, по-моему, уже начинать пора мне марафон мой собственный вяжу из подаренной пряжи. Но, наверное, вы знаете, марафоном это назвать нельзя, потому что само название по себе марафон, оно включает в себя скорость. Я как бы не тороплюсь, потому что у меня еще есть другие параллельные процессы. И дело совсем не в скорости, дело просто в том, что я хочу начать вязать из именно той пряжи, которую мне присылали в подарок. И кое-что я уже начала, и кое-что у меня в планах. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы, наверное, видели уже начало вот этого розового, вот этого арана. Вот здесь я уже кое-что начала вязать. И сейчас я покажу вам поближе, я покажу вам поближе пряжу Ализе, и также скажу, какой это колор я заказала. Покажу поближе и расскажу о моих планах, которые я уже начала вязать. Итак, для начала я хочу показать вам пряжу Ализе, которую я заказала для точно такой же модели, как я связала для себя. Это вот, как я уже сказала, 10 мотков у меня вот такого цвета. Вот сейчас цвет передается один к одному на камере. То есть вот точно такой же цвет мне купить не удалось. Но мою заказчицу вполне устраивает вот этот такой цвет нежно, ну, я не знаю, голубой, синева, седина, серым, джинс. В общем, как-то так. Так, состав этой пряжи вы все знаете. Это полушерсть, это 51% акрил и 49% шерсть. В 100 граммах здесь 240 метров. И колор, вот который сейчас я держу, значит, это 221. И тут номер партии стоит рядом. Значит, таких мотков я заказала 10 штук, и буду из них повторять эту же модель, которую связала для себя. Ну, и, как я уже сказала, моток, значит, 4 евро я заказала. Далее. Кто подписан на мой инстаграм, вы, наверное, уже видели, пару дней назад я выставляла вот такой мой процесс. Так, спицы, сейчас, секундочку, они здесь вот так вот, по столу они мешают. Значит, это центральный аран я уже вязала. Он есть у меня в мастер-классе узор в копилку. Вот как вы видите, вот так он выглядит. Ну, сейчас, естественно, вещь, ну, то, что я вяжу, это же не постирано ничего. Значит, вяжу простую лицевой гладью. Здесь у меня 4 изнаночные петли, и потом идет вот этот аран. Вяжу я спицами номер 4,5, и вот сейчас на вот эту длину, вот внизу у меня резинка, вот один, второй, третий и четвертый аран, у меня ушло вот только полтора мотка, то есть очень экономная пряжа. Уже я вот связала, посмотрите, вот такой длины, вот такую длину уже связала, и у меня только ушло в целом полтора мотка, и вот еще 8 мотков у меня есть. Вот 6, и здесь 2, 8. Что это будет? Что я вяжу? Какой процесс я начала? Я так думаю, что это будет удлиненная туника, ну, или можно назвать, я не знаю, мини-платье, наверное. Какими будут рукава, и какая будет горловина, какой будет ворот, я еще пока не решила. Но это платье, наверное, или эту тунику я назову цветом пудра, потому что на самом деле вот эта пряжа, она вот прям вот цвет пудры. Значит, кому интересно, колор это номер 53, пряжа эта называется Катя Мирина Аран. Я получила эту прекрасную, замечательную пряжу в подарок от моей подружки Анны, и ее канал Вязанный стиль от Анны, она живет в Испании. И вот к Рождеству, к Новому году я получила вот такую посылочку и вот такую пряжу в подарок. Состав этой пряжи 52% шерсть и 48% акрил. Значит, Катя Мирина Аран, я сказала состав, и метраж здесь, значит, указано, что в 100 граммах, в 100 граммах, насколько я понимаю, 155 метров. Вот, и написано Супер Ваш. Очень-очень такая мягонькая, очень-очень классная пряжа. Это у меня вот первый такой проект из подаренной пряжи. И далее, по моим планам, еще один проект из другой подаренной мне пряжи, которую мне также подарили. Мне подарила ее Мария, прислала посылку. Я оставлю ссылку на эту посылку, где я ее получила. Я оставлю ссылку под видео. Это вот такие 5 моточков, вот 5 моточков, вот такие супер-супер нежного махера. Я думаю, что из этой пряжи я начну вязать красивый ажурный такой палантин шаль. Узор я подбираю, пока еще я точно не остановилась и не выбрала еще, каким узором я это буду вязать. Ну, я думаю, что в ближайшем времени я определюсь и буду знакомить, естественно, вас уже с началом и продолжением этого процесса. Ну, вот у меня уже начался сейчас мой проект, мой собственный такой, ну, марафоном нельзя назвать, просто мой, да, действительно, мой такой будущий проект вяжу из подаренной пряжи. И на данный момент у меня в плане вот такие два, вот такие два процесса. Ну, и, конечно, параллельно будет вязаться, естественно, также заказ. Ну, на этом я хочу свое видео закончить. Желаю вам прекрасного дня, отличного настроения, вдохновения, новых идей и всего самого-самого наилучшего. Оставайтесь со мной, до новых встреч, с вами была я, Алена. Субтитры сделал DimaTorzok